не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем единственный способ не быть в покое это быть занятым чем-то другим быть привязанным к чему угодно кроме я любая красота если это не я всего лишь труп красивом облачение и привязываться к этим вещам значит жить в могиле вместе с мертвыми телами когда ты связан с умом ты находишься в могиле когда же ты исследуешь себя ты свободен подвергать сомнению эту свободу значит цепляться за рабство мы цепляемся за собственные привязанности но мы можем совершить полет и и с отцомкой есть это открытой дверь выбор за тобой старые привычки твоя клетка дружись тем что вечно неизменно и ты будешь счастлив это и есть мудрость гуру отбрось свои старые привычки которые являются кусанкой дурными связями чтобы страдать тебе нужны мысли и прошлое но чтобы быть свободным тебе не нужно ничего волны прошлого давит тебе на грудь разрушая твою жизнь и свободу устрани их найдя источник мысли я свобода ждет но большинство из нас все время заняты другим не связывай себя ничем из прошлого и будущего это тебе не может помочь будь привязан лишь к этому моменту когда ты держишься за то что не является твоей природой тогда впадаешь в беспокойство сохраняя привязанность к приходящим вещам ты заявляешь самому себе что ты не являешься той полнотой в которой все существует высшее я это тотальность поэтому она не может обладать или желать обладание это покров вуале ложь каждый является модной ты должен лишь разбить цепи привязанности ты должен от всего отречься иначе сам себя заманишь в ловушку самсары и смерти своими привязанностями привязанность есть демон привязанность беда ибо наши привязанности становятся нашей реальностью лишь на сатсанге устраняется все это вы поможете мне прямо сейчас пережить то что является реальным прекрати прятаться в кустах мысли и привязанности лучше сожги их все любят прятаться в этих кустах я кажется всегда пытаюсь найти счастье в своих партнерах мне это больше не помогает тебе не нужен мужчина для того чтобы ты была счастлива а если ты будешь пытаться заполучить это счастье тебе это просто надоест и тогда настанет время заняться поисками своего собственного я ибо твой ум не будет возвращаться в прошлом наслаждении он желает быть счастливым но те источники счастья которые не могут дать удовлетворение уму в конечном итоге оказываются разрушительным так что после таких сильных переживаний разочарования он улежется как это и произошло в твоем случае забудь о том что ты делала как только это завершилось и обрети блаженство здесь и сейчас как я могу пребывать в осознании не попадая под воздействие старых привычек что ты сделаешь со своим старым приятелем который постоянно обижает тебя если у тебя есть новый молодой друг который поклоняется тебе и приносит тебе мир и удовлетворенность что ты сделаешь такое счастье кажется желанным но разве это не новая привязанность это все философия предположим заключенного выпустили из тюрьмы после отбывания 20-летнего срока а он отказывается уходить так как считает что его свобода станет для него привязанность все любят жить в тюрьме страха но интеллектуально оправдывает это заявление что свобода эта привязанность ты спрашиваешь не является ли привязанностью в освобождению твоих ног из оков это все просто философствование я безгранично благодарен за милость вашего присутствия выросили все мои вопросы и большинство из них мне не пришлось даже задавать я ощущаю лишь сильную жажду освободиться от всех привязанностей лишь когда ты свободен от всех своих привязанностей тогда ты красив когда что-либо любеешь в уме то лишь пребываешь в могиле прошлых мыслей каждый кто привязан к прошлому имеет уродливый ум и сам уродлив из-за того что твой ум не чист ты скатился в прошлое если ты пребываешь в присутствии мгновения это именуется любовью красотой в этих привязанностях к внешнему теряется весь мир не только ты если какие-то из этих привязанностей дают тебе счастье и покой ума оставайся с ними поскольку еще не пришло время оставить их но если ты видишь что змеи у тебя в руках кусают тебя настало время отбросить их нет необходимости переживать то что уже было пережито если ты знаешь что огонь обжигает нет надобности обжигаться еще раз так что избегай привязанностей как огня иначе они сожгут тебя прими твердое решение что ты не желаешь больше страдать и что ты находишься здесь для того чтобы обрести счастье уже в этом воплощении это решение номер один если ты примешь его ты получишь милость просто не нужно наслаждаться ни единым объектом нужно прекратить это выполни эту практику здесь и ты добьешься успеха не позволяй своему уму выходить за пределы сердца я не вижу ни покоя ни радости как мне сохранять непривязанность оставайся собой если ты будешь оглядываться назад не обретешь ни спокойствия ни радости если же прекратишь оглядываться назад будешь счастью перестань даже думать о прошлом даже когда мой ум спокоен в сердце остается напряженность я чувствую как мое сердце сжимается когда ты пребываешь в покое ты должна испытывать радость так что если в твоем сердце ощущается напряженность это значит что твой ум беспокоен эта напряженность не относится к настоящему моменту она старая очень старая она вошла в твой подсознательный ум она присутствует там из-за того что кто-то плохо обращался с тобой обманывал тебя тебе лучше забыть об этом и ты должна забыть не вспоминай ни о ком кто обманывал тебя и это устранит напряжение развяжи этот узел в своем сердце не вспоминай о прошлом старое это старое прошлое это прошлое конечно трудно забыть определенные события но ты должна концентрироваться на событиях настоящего и не возвращаться назад попробуй сделать это сожми кулаки чтобы он не возвращался к событиям в прошлом сожми кулаки и даже стисни зубы обладая такой решимостью ты сама можешь остановить его иначе нет никакого смысла в этой жизни наслаждайся этой жизни природа дала тебе столько прекрасных вещей мы должны быть открыты ей и мы должны ею наслаждаться те кто все время возвращаются в прошлое не могут наслаждаться красотой жизни в настоящем ты находишься здесь и мы должны тебе помочь это наша обязанность помочь тебе если кто-то несчастен мы должны силой заставить его быть счастливым хочет он этого или нет мне грустно от того что многие места где я когда-то могла спрятаться рушатся но я также счастлива потому что больше не хочу находиться под этими обломками так что иногда я печально иногда счастлива что ты имеешь ввиду под словами иногда то а иногда это если ты иногда грустишь это значит что ты хочешь в жизни нечто такое что тебе нравится не делай этого это игра пусть с тобой происходит все что происходит если с тобой не происходит ничего пусть не происходит это же такое облегчение если ты счастлива когда никто любит тебя и несчастна когда не любит ты всегда будешь страдать а кто может любить люди не любят других так же сильно как они любят свои собственные интересы в отношении других люди любят тебя лишь ради своих каких-то интересов будет ли тот кто любил тебя 50 лет назад любить тебя через 50 лет это только время оно не может оставаться на месте ты меняешься и все остальные меняются ты не можешь сдерживать время и оно поглощает всех в этом мире время это враг номер один и никто этого не знает но ты его любишь временами ну вот опять не используй больше слова время вообще не используй слово время всего лишь одну секунду одно мгновение и ощути кто ты такая есть одна хитрость которая поможет тебе всегда быть счастливой не нужно очень уж дружить со временем время убьет каждого из нас оно убило всех мудрецов и святых так что лучше не говорить о времени когда ты спишь ты не говоришь о времени и ты счастлива попробуй это прямо сейчас всегда когда ты несчастна это значит что ты цепляешься за какого-то человека которого знала в прошлом или за концепцию связанную с прошлым когда ты привязана к прошлому ты не ощущаешь счастье но это привычка у всех людей все отношения все объекты мира относятся к прошлому даже твое тело является прошлым но перестань говорить о времени и ты будешь вечно молодой ничто не сможет затронуть тебя даже страх или смерть пробуй делать это прямо с этой секунды не позволяя своему уму направляться к какому-либо человеку объекту или концепции прошлого попробуй сделать это на одно мгновение и ощути свое я прямо сейчас сделай это сейчас и скажи мне если ты чувствуешь себя несчастной не позволяй ему возвращаться к предыдущему мгновению дню или году затем скажи мне как не утонуть в прошлом смотри на мысль которая возникает прямо сейчас все мысли принадлежат прошлому что же прошлому не принадлежит пребывание здесь эти два слова не принадлежат прошлому пребывание бытие это данный момент но не используя слова для обозначения этого момента находящегося вне времени определи на что указывают эти слова когда ты видишь свое я у тебя в уме нет больше никаких других имен объектов или людей не думай ни о ком и скажи мне что ты видишь в моем уме всегда присутствует какой-то объект что мне мешает быть свободной ничто не может помешать тебе быть свободной кроме твоей привычки цепляться за что-то в прошлом если ты не будешь цепляться за прошлое ты увидишь что ты всегда свободна именно привязанность к прошлому мешает тебе узнать что ты свободна ты понимаешь ты согласна находясь здесь в лакнау всего один раз прими решение что ты должна быть свободна от всех прошлых концепций и отношений всего на одну секунду позволь себе это тогда ты узнаешь что ты всегда была свободна но ты кажется из Нью-Йорка значит ты должна помнить свою восьмую авеню каждый кто побывал на восьмой авеню никогда ее не забудет я жил недалеко от нее также в Гринвич Вилледж на пересечении 14 стрит и Бэнк стрит прошлое подобно пыльной буре в моем уме все эти бури прошлого означает что ты все еще цепляешься за прошлые отношения с другими людьми я думаю что они прекратятся когда ты освободишься от своих привязанностей к прошлому когда ты окажешься привязанной к настоящему это будет совсем другое дело так что не падай духом продолжай действовать страхи и страх смерти страх проявляет себя в виде смерти я из тела вот главный страх медитируй ежедневно чтобы устранить его когда приходит страх люби его когда уходит не цепляйся хотя я многое изменил в своей жизни я по-прежнему испытываю страх и самонадеянность какие изменения ты произвел что в тебе до сих пор живет страх и самонадеянность изменения касались моей нравственности и поведения я прекратил принимать наркотики и спиртное я хочу быть свободным и освободиться от страха пожалуйста покажите мне как освободиться от всего этого ты говоришь что в тебе остались страх самонадеянность и гордость я скажу тебе как их устранить смотри на страх самонадеянность и гордость если желаешь их устранить смотри на них гордость и самонадеянность это деяния и они ведут к беде они тебе ничего хорошего не дали так будь смиренным все что ты делаешь скрывает я самонадеянность и мгновенно придет просветление я я такой-то и такой-то это первая самонадеянность вторая это моё смотри на это когда ты смотришь на что-либо ты объективируешь это и отделяешь субъект от объекта так что просто смотри на страх и гордость и они станут объектом а ты станешь субъектом или видящим который видит видимы ты видящий а не видимы установи кто является этим видящим чтобы воспринять нечто тебе нужны пять чувств глаза чтобы видеть нос чтобы ощущать запахи и так далее но для того чтобы глаза видели им нужен объект зрения ты не объект чувств и не чувства ты отделен от них просто пойми это но не делай для этого никаких усилий просто обослабь себя от всех объектов ты должен проявить развлечение и узнать что ты не являешься всеми теми вещами которые ты видишь как только ты сделал это цель твоей жизни достигнута узнать кем ты на самом деле являешься большинство учителей отвлекают твое внимание они не говорят тебе что ты не являешься чем-либо а проповедники говорят только о прошлом они расскажут тебе о человеке который жил 1995 лет назад они не позволят тебе узнать что же находится в этом настоящем моменте и они сами никогда не пробовали сделать это здесь ты получаешь очень древние учения ему двадцать пять тысяч лет это учение ветв узнай кем ты являешься ничего более ты можешь найти это но люди утеряли это учение они они не интересуются им поэтому они страдают как только ты сделаешь это ты не будешь называть это проблеском и так сделай это сейчас за одно мгновение это все что требуется чтобы постичь это не откладывай как ты делаешь это с другими объектами люди говорят я буду медитировать когда уйду на пенсию и составить но может случиться что ты не доживешь до старости может быть ты не доживешь даже до следующего мгновения так что сделай это сейчас это может быть достигнуто прямо сейчас так как это мудрость это свет и ты можешь всегда видеть этот свет в сейчас в лакнау не откладывай чтобы увидеть свет увидеть мудрость не совершай усилий не порождая в умении единой мысли а просто сохраняя безмолвие это хитрость которой я с вами делюсь и на это требуется не больше чем мгновение многие сделали это ты можешь сделать это прямо сейчас не откладывай и не нужно стараться иначе эти попытки будут чем то что совершается во времени я попробую если ты говоришь я попробую это значит что ты откладываешь на будущее и так не пытайся не совершай усилий не порождай никаких мыслей и пусть тебя не беспокоит сделал ты это или нет что это тогда тебе больше нечего сказать кроме как воскликнуть я есть ну же говори я есть воистину во мне столько страха и гнева я не двигаюсь ты должна быть ничелой тем что не движется пусть будут страхи гнев но ты не двигайся этого достаточно повторяя свое имя и говори я не движима я не двигаюсь пусть страх и гнев возникает они не проникнут в тебя когда ты ослабеваешь они проникают в тебя но если ты обратишься к ним лицом они не будут тебя беспокоить стой подобно горе подобно тому что не движется ветер в форме гнева поднимается вызывает шторм и прекращается волны вздымаются и затапливают скалу но когда они отхлынут обратно ты увидишь что скала осталась на месте так что не двигайся ты не можешь бороться с гневом посредством гнева сохраняй безмолвие и не двигайся ветер приносит неприятности молодому слабому деревцу вырывая его с корнем но гору невозможно вырвать из земли вот как ты сможешь добиться успеха в сдерживании гнева в моей жизни столько всего что мешает мне обрести покой включая множество моих друзей вы можете помочь мне в начале ты должна обрести радость от своего собственного настоящего друга тогда твое лицо изменится и твои друзья тоже останься здесь на несколько дней и это произойдет сейчас на твоем лице и в твоих глазах отпечатан страх ты слишком молода чтобы бояться когда я был молод я сталкивался лицом к лицу с тиграми и слонами в лесах гималаев но у меня было так много ментальной и физической силы что я не боялся их я был уверен что если они нападут на меня я смогу убить их голыми руками вот сколько силы во мне было почему ты боишься даже если ты не скажешь мне я обращусь к твоему детству и узнаю этот страх дали тебе твои родители мы с тобой обсудим этот вопрос наедине после матча в крикет или же мы можем продолжить прямо сейчас сейчас как мне положить конец страху как мне обособиться от эго я мучаю себя и других страх исходит от ума чтобы положить ему конец установи откуда исходит ум мой ум находится в моей голове откуда берется эта голова ты видишь свою голову когда спишь нет значит головы так же нет откуда же берется ум ум означает мысль мысль означает я нет никакой разницы между я и умом когда возникает я возникает и ум и так установи откуда возникает я с самого рождения ты используешь слово я я привязан к этому человеку этот человек привязан ко мне что это за я который оказывается привязанным к другим а также мучает их и себя все это мгновенно прекратится когда ты найдешь источник я его там нет ты сейчас размышляешь нет ты просила меня положить конец мыслям вот как это делается когда ты прекращаешь размышлять страх исчезает и кого ты можешь мучить полезно задавать свои вопросы каждый должен устранить свои сомнения не стесняйся как ты можешь постичь это не задавая вопросы поскольку ты находишься здесь покончи со своими сомнениями в одно мгновение я испытываю сильные страхи особенно я боюсь что меня могут убить грабители тебя убьют не грабители а страх этот страх кроется внутри тебя и он является истинным похитителем твоего покоя возможно это вызвано детскими переживаниями возможно смертью в твоей семье моя сестра умерла когда я была еще ребенком этот страх потери сейчас вырос если я скажу тебе просто перестать бояться это не поможет когда ты теряешь близкого человека ты теряешь равновесие и пребываешь в потрясенном состоянии даже кришнамуртия очень горевал когда потерял своего брата и ему пришлось работать над собой чтобы пережить это так что работай над своим собственным я зная что этот страх является твоим собственным порождением и что его корни уходят в твое детство это может потребовать длительного времени но ты все равно должна сделать свою жизнь счастливой я не могу спать это мне мешает проблемы со сном связаны с тем как ты провела водорастующее состояние если ты провела его хорошо ты спать будешь хорошо но поскольку ты не спишь значит ты очень активно занималась тем что не является необходимым на твоем лице отражен интровертный ум который сконцентрирован на одном страхе основанном на несчастье которое произошло в детстве может быть тебя кто-то сильно обидел и это засело глубоко в подсознании да так вот я думаю что если ты сделаешь своем более экстравертным тебе станет лучше тебе станет лучше сходи в город или в лес с людьми не в одиночестве не падая обратно в черную дыру это можно исправить это не такая уж серьезная проблема и не болезнь это состояние ума чрезмерная деятельность ума постоянно возвращающегося к прошлому событию произошедшему в детстве так что тебе нужно открыть новую главу чтобы ты жила в настоящем и тогда тебе станет легче если ты по какой-то причине не спишь используй это время потрать его на поиски того кто не спит если ты найдешь правильный ответ то он будет такой тот кто никогда не спал тот кто всегда пробужден и всегда сохраняет осознание пусть твой ум спит пусть спит твое эго и твое тело но ты оставайся в бодрствующем состоянии смотри на них если ты не будешь практиковать это исследование и не будешь спать тогда тебе придется обратиться за советом к другому человеку страх и чувство опасности находятся как на внутреннем уровне сознания так и на внешнем страх и чувство опасности могут быть только на внешнем уровне сознания ибо на внутреннем уровне сознания никакого страха нет когда ты видишь внутренний уровень сознания ты не испытываешь вообще никакого страха тебе нужно посмотреть на свои страхи когда ты осознаешь их когда ты осознаешь их они исчезают ибо ты становишься свидетелем этих страх где ты взяла этот страх ты принесла его из прошлого он пришел не из настоящего этот страх твое детство никто не может помочь тебе отбросить твои страхи ты должна сделать это сама проникнув в корень страха который тревожит твою и ты найдешь его причину и поймешь что с ним делать в течение последнего года усилился мой страх по отношению к миру особенно к другим людям это означает что ты что-то скрываешь иначе ты бы не испытывала страха если грабитель отправляется в лес то в каждом следующем за ним человеке он подозревает полицейского который хочет схватить его ему есть что скрывать у него на уме одни полицейские значит есть что то что ты скрываешь и поэтому тебя преследует страх людей мир я чувствую что я прячу гнев гнев и страх идут рука об руку оба являются ворами что ты сделала другим за что ты гневаешься на них и гнев и страх являются злейшими врагами человека может быть ты скрываешь что-то из своего детства но если ты этого не знаешь тебе повезло сейчас тебе нужно обратиться лицом к своему страху и гневу все кто находится здесь пришли сюда для того чтобы встретиться лицом к лицу с этими врагами похотью гневом жадностью эти три врага погубят каждого я только что приехала из франции и чувствую в себе отсутствие доверия ничего не могу с этим поделать с чем ты не можешь ничего поделать с моими страхами и напряжением о значит ты все время думаешь о своей стране если ты не можешь отпустить свои страхи и напряжения это значит что ты к чему-то привязана и боишься что это покинет тебя должно быть ты привязана к чему-то в прошлом и это не оставляет тебя если ты поймешь что нет никого кто был бы истинным другом и что все жаждут твоей плоти ради своих собственных интересов и удовольствия не твоих тебе это надоест и ты начнешь искать друга который всегда находится с тобой но прячется от тебя найди друга который всегда прячется в твоем собственном сердце ты когда-нибудь обращалась к своему собственному сердцу ты все время смотрела на других но никогда на свое собственное я не думай и не совершай усилий этого то я и не могу сделать если ты сама не делаешь это то чья тогда эта проблема ты сама должна решить это для себя если ты голодна ты должна принять пищу ибо если другие будут есть за тебя тебе это не поможет так что если ты желаешь покоя ты должна сама найти его скажи мне если отсутствие мысли и усилий не сделает тебя счастливой гнев и неудовлетворенность гнев привязанность отвращение и жадность это все болезни ума которые делают невозможным медитацию познание себя гнев возникает лишь тогда когда есть двое и это двойственность дуальность есть эго гнев жадность лицемерие похоть и ревность это могущественные враги на поле боя но если ты покоришь эго то покоришь их всех не вовлекайся в жадность гнев и похоть ведь это эго не связывайся с ним если тебя донимает жадность испытывай жадность к свободе если тебя гложет гнев направь его на бога а если похоть выжила единство с сердцем своим установи контроль над течением реки ума поставил дамбу а затем отведи ее в канал ибо дамбу разнесут потоки жадности и гневы каналы должны нести воду в нужном направлении тогда жадность гнев и печаль будут течь не причиняя вреда так что позволим возникнуть но знай что ты их источник и забудь о них помни лишь о своем истинном я и сможешь встретиться лицом к лицу со всем что бы ни случилось прошу прощения за то что я задаю такой личный вопрос но в последнее время мной очень часто овладевает чувство гнева что мне делать гнев это страшная вещь которая укорачивает твою жизнь сжигая нервную систему и нарушая дыхание вырази свой гнев а затем поцелуй то что было его причиной нет никакой проблемы в том чтобы сердиться просто не нужно запоминать то что вывело тебя из себя не носи в себе ни гнев ни любовь забудь все не переживай по поводу личных вопросов я должен заботиться о своих детях и делать вас счастливы почему я испытываю такой гнев когда думаю о некоторых людях из своего прошлого особенно это относится к моему отцу эти старые мысли подобны тюремным стенам эти мысли не ты они являются порождением неправильного поведения со стороны других по отношению к тебе когда ты была ребенком сейчас они не покидают тебя но благодаря удаче ты находишься здесь и они постепенно оставят тебя других это доводит до самоубийства ты же обретешь свободу просто сиди и слушай твои мысли будут побеждены и разрушены а в твоем сердце укоренится новый свежий взгляд на жизнь но не делай попыток иначе этого не произойдет просто сохраняй безмолвие и не совершай усилий это может показаться трудным заданием но это возможно активность уйдет и ты будешь пребывать в безмолвии неподвижность неподвижность устранит концепцию активности активность не дала еще никому состояние покоя и любви когда ты страдаешь постоянно повторяй это не я я хочу любви покоя истинного я я давай своему уму такой поворот мне кажется что существует очень много сил которые чинят препятствия ты увидишь что эти силы на самом деле помогают тебе они они действуют в направлении твоего собственного блага они не являются твоими истинными врагами разрушающим же является твое желание объектов ты увидишь что нет никакой разницы между неподвижностью и активностью знаешь что ты обязательно добьешься успеха у тебя есть какие-то другие вопросы или сомнения я чувствую неудовлетворенный жизнью хотя мне было дано очень многое включая этот сатсанг я не могу раскрыться и быть счастливой ощущать радость причина твоей неудовлетворенности кроется в том что ты хочешь чего-то чем ты могла бы наслаждаться а это нечто не может дать тебе удовлетворение ибо то чего ты хочешь относится к прошлому но ты должна понять что ничего из прошлого не даст счастье ни единому человеку счастье и покой находятся здесь и сейчас ищи то что даст тебе покой отдых и счастье мгновенно для чего тебе не нужно работать скажи мне не связана ли это неудовлетворенность с кем-либо кто обманул тебя все обманывают тебя и будут обманывать устрани эту концепцию своего ума и скажи мне ощущаешь ли ты удовлетворенность если ты не испытываешь привязанности никому ни к чему всего одну секунду скажи что ты ощущаешь я все еще ощущаю привязанность к людям но я же просил тебя не делать этого в течение одной секунды тебе наверное лет тридцать и ты так долго находилась в этой неудовлетворенности а я прошу всего мгновения этого его времени в течение которого ты не будешь привязана ни к чему после этого можешь продолжать со своими привязанностями но почему бы не попробовать это прямо сейчас посвяти эту одну секунду я ты не сделала это поэтому испытываешь неудовлетворенность и разочарование ты умрешь с этой неудовлетворенностью но если ты будешь делать то что я говорю тебе смерть не коснется тебя вся твоя боль коренится в физических отношениях но скажи мне как ты будешь выглядеть по прошествии пятидесяти лет и насколько ты будешь привлекательна мне это не нужно тогда перестань смотреться в зеркало который в один день покажет тебе красивую девушку а на следующей тряхлую старуху лучше смотри в то зеркало которое показываю тебе я этот мир устроен так что все хотят других людей только из соображений собственной выгоды но сейчас ты можешь изменить это ибо благодаря своим заслугам ты получила возможность прийти на сатсанг сейчас в данный момент ты чувствуешь удовлетворение или неудовлетворенность удовлетворение в этом сейчас ты ощущаешь удовлетворение и в сейчас ты можешь делать что угодно ты можешь остаться с теми вещами к которым ты привязана но не забывая это мгновение посиди с человеком к которому ты привязана и поговори с ним об этом посмотри что он скажет просто посмотри в его глаза вот и все я ощущаю какую-то литургию и неудовлетворенность это случилось после трех месяцев того что казалось божественной ясностью вы можете озарить меня светом и смягчить это болезненное состояние завтра мы будем музыцировать и ты должен будешь спеть нам песню ты готов к этому или тебе нужно прорепетировать мне нужно прорепетировать ты должен довести свои мысли до завершения если ты голоден ты должен поесть как ты мог так отреагировать на эту музыкальную программу после того что ты только что сказал я хотел посмотреть как легко тебя можно отвлечь я хотел посмотреть насколько ты голоден если ты испытываешь чувство голода ты вначале идешь в ресторан а не на игру в футбол с друзьями я просто хотел проверить тебя я мог бы дать тебе кое-какие наставления но ты должно быть не нуждаешься в них потому что теперь ты собираешься репетировать а две вещи не могут происходить одновременно я хочу обрести покой недавно я медитировал в вашем доме когда мне сказали чтобы я уходил это меня очень расстроило что это за медитация если сразу же после нее ты теряешь покой я не знаю тогда кто должен знать за тебя узнай как-то один цель отправился к некому пиру со слонами груженными сладостями тканями и пищей следом за ним на лошадях ехали царица и министры наконец процессия добралась до хижины с тростниковой крышей в лесу где жил пир царь попросил одного из служителей пира передать ему что приехал правитель страны и желает выразить ему свое почтение ученик вошел в дом и доложил святому о прибытии царя святой велел царю сесть под деревом и сгрузить все подарки сказав что позже пригласит его войти царь уселся ожидать приема а свою свиту отправил обратно царицу присматривать за детьми министров заниматься государственными делами прошла ночь а царь все сидел под деревом утро он снова спросил можно ли ему увидеться со святым но ему сказали что его позовут позже и так прошло три дня все сладости и фрукты начали гнить пошел дождь и снова царь попросил передать пиру что он желает увидеть его прошла неделя затем пятнадцать дней и наконец пир сказал что ему осталось ждать всего час через час царь спросил может ли он теперь увидеть пира но ему ответили что нужно подождать еще пять минут прошло еще пять минут однако по прежнему приглашение войти не было но царю было передано подождать еще всего лишь одну минутку однако он не мог больше ждать и вскочив он вбежал в дом чтобы коснуться стоп святого хозяин спросил его почему он вошел без разрешения именно сейчас а не раньше и сказал что для устранения его эго потребовалось двадцать девять дней у тебя был эго царя и ты хотела чтобы тебя приняли как правителя но этого никогда не будет у тебя было эго но сейчас ты вошел без него и упал у моих ног нет никого кто сказал бы тебе нет ты мог бы войти сразу же после прибытия сказал святой этот царь ожидал под деревом один месяц ты же приехал сюда в лакнау намного месяцев раньше но твое эго по прежнему здесь если кто-то говорит тебе чтобы ты уходил тебя охватывает беспокойство так что нет никакой пользы от медитации если кто-то говорит тебе чтобы ты ушел ты должен уйти ибо нет никакой разницы между приходом и уходом если тебе говорят чтобы ты вышел из комнаты выйди а я снова позову тебя таких случаев много папа джи эта глубокая неудовлетворенность которую я ощущаю является еще одним слоем ума или это нечто другое конечно неудовлетворенность это слой который находится перед тобой и не дает тебе увидеть ясность ты должна устранить все слои посмотри на эту открытку показывает картину на которой изображены обнаженные гопи плавающие перед кришной они устранили все слои между собой и я эта открытка объясняет это что это за слой который находится между тобой и я этот слой ты должна устранить это одежда которую они носят и является слоем находящимся между я и тобой в твоем случае это неудовлетворенность и так устрани все устрани все мысли обнажи свое я и ты увидишь это я эта картина объясняет это раздеться значит не носить никаких мыслей и концепций то есть освободить ум от эго от прошлого тогда он будет чист в последнее время я чувствую такую глубокую неудовлетворенность ты не получаешь удовлетворение по той причине что что пытаешься измерить глубину океана своей меркой если ты хочешь увидеть глубину отбрось все свои мерки и растворить в глубине любви отбрось свои мерки свои подсчеты и свои ожидания насчет того что должно произойти а что нет отбрось свои концепции того что произойдет я нахожусь в этой ловушке депрессии и неудовлетворенности с самого детства ты должна принять твердое решение быть свободной от этих депрессий и неудовлетворенности тогда ты сможешь сделать это немедленно одного твердого решения достаточно реши куда ты хочешь отправиться и что ты хочешь обрести реши реши это здесь и сейчас что ты хочешь и как далеко тебе нужно отправиться чтобы получить это размышления о принятии решений только приводят тебя в замешательство ибо если ты приняла решение то ты уже прошла целый путь так что вначале определить то есть со своими решениями прими же решение быть свободной во мне было столько гнева я испытывал массу проблем но сейчас мне трудно даже вспомнить что это такое о молодец это прекрасное переживание я могу по достоинству оценить его даже в забывчивости гневе и сне присутствует осознание объятия если если тебе все равно в каком состоянии ты пребываешь гневы или высокомерие тогда твое состояние вне пределов их всех эти состояния пристанут перед тобой но ты не будешь видеть между ними разницы ибо ты нашла нечто иное и у тебя нет времени размышлять об этих состояниях это прекрасно преодолеть эти барьеры которые воздвигает перед нами гнев гнев повышает нашу температуру не дает спокойно есть и спать некоторые люди всю свою жизнь находятся в состоянии беспокойства вызванного гневом гнев злейший враг покоя пребывание с вами устранило весь этот гнев и подоило мне неописуемый покой взгляд гуру это сострадание он устраняет тьму тех кто действительно желает быть свободным если ты находишься рядом с учителем не нужно времени или практики мгновение свет уже здесь что подобно нажатию на рычаг выключателя сразу становится светло требуется лишь твоя искренняя преданность могли бы вы сказать мне об ожиданиях для того чтобы быть счастливой ты не должна ожидать чего-либо не имея ожидания относительно реальности просто будьте реальностью ты счастлива в состоянии сна потому что ни от кого ничего не ожидаешь и тебя оставили в покое если нет ожиданий это состояние счастья выполняй свою работу не ожидая никаких результатов они не находятся в твоих руках некто иной решает каковы будут результаты твоя дхарма состоит в том чтобы совершать необходимые действия и не стремиться к получению результатов это принесет тебе счастье никто не может осуществить эти ожидания даже когда люди старые их ожидания по-прежнему молоды так что не вовлекайся в какого-либо рода ожидания я пришла сюда для того чтобы лицом к лицу пристать перед своими демонами всеми неразрешенными страхами подобно тем перед которыми пришлось пристать иисусу в пустыне если ты думаешь о совершенном тобой грехе то эта мысль проявляется в виде призрака в виде демона в решике же ко мне пришел один человек из Нью-Йорка и заявил что его постоянно преследует женщина демон я увидел что этим демоном была вина которую он носил в себе после убийства своей жены после того как он послал своей жене благословение очистился в ганге и провел время со мной все прошло душа его жены получила умиротворение и его демоны вины были устранены и это еще не все задавайте вопросы наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии также проверьте не забыли ли подписаться и поставить колокольчик чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах которые выходят у нас каждый день присоединяйтесь к дискуссиям не забывайте про лайки по возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально все ссылки как всегда будут в описании и первом комментарии всем добра любви и мудрости а сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех которые увидите перед собой на экране и и Субтитры сделал DimaTorzok